привет мои дорогие друзья ну что же сделаем небольшой обзор рынка что происходит что почем посмотрим что происходит сейчас я просто в восторге и так открыл я сайт национального банка украины и здесь такие классные цены смотрим на серебро покупает банк 746 продает 1081 охренеть такого я не ожидал несмотря на то что происходит сейчас с долларом по отношению к гривнам значит это цены сейчас в гривнах мы смотрим к доллару происходит очень интересная ситуация доллар падает и падает он принципе неплохими темпами значит сейчас посмотрим как он там падает у нас вот падение идет таким темпом значит это график за неделю то есть 2756 межбанк наличка сейчас посмотрим наличный доллар что с наличным долларом происходит у нас так наличный доллар 2769 продают 2765 покупают на данный момент то есть в принципе падение незначительное грубо говоря там на одну копейку условно но на межбанке упала неплохо на межбанке упала неплохо просто наличный рынок он всегда отличается от межбанка ну это логично вот а что происходит с серебром на межбанке а серебром просто фантастика двадцать семь и шесть стоит долл этот одна унция в долларах двадцать семь и шесть офигенно и этот рывок у нас произошел всего лишь за месяц вот кто забыл месяц назад были вот такие цены я думаю вам все видно несмотря на такое немного искажающиеся видео видео снимаю чуть-чуть в другом формате но в целом все видно в принципе за месяц такой грандиозный рывок на серебро а теперь еще интересный нюанс что происходит с рублем российским смотрите и серебром вот график за месяц 2200 рублей перевалил перевалило серебро я покупал вот этого соболя и ну вот этого георгия покупал за 1800 рублей при том что это как бы редкая монета 2016 года я покупал вот этого соболя где он лежит вот этого соболя я покупал за 1250 рублей буквально в марте месяце а теперь серебро только по металлу уже курс выше двух тысяч рублей а что такое две тысячи рублей это получается в гривнах если мы посмотрим это 762 гривны на данный момент по межбанковскому курс офигеть просто круто что же делать значит я советую сделать такой маневр если у кого-то реально дохера серебра то в принципе потихонечку что-то уже можно начинать продавать почему я так говорю смотрите значит грубо говоря серебро сейчас в курсе 762 гривны это как бы по межбанку да то есть банковская цена соответственно гораздо дороже значит доллар сейчас к гривне падает к рублю доллар растет то есть в россии там надо немножко подождать а вот в украине так как доллар начал падать соответственно если вы сейчас продадите серебро условно там по тысячи гривен за монету конкретно я говорю сейчас архи стратегии но не факт что его купят конечно по тысячи гривен тоже дурных нету но в коллекцию вариантов нет почему тут есть два нюанса посмотрите если сейчас выйти в кэш доллар гривне может рухнуть но в принципе так а ну-ка сейчас мы возьмем калькулятор и сейчас вместе с вами я все это дело посчитаю прямо как бы так сказать при вас да то что то сейчас вот значит поехали беру монетки в сторону монетки классная но ничего страшного так хреново видно надо увеличить камера хотя в принципе так видно нормально и так считаем значит если у нас получается сейчас тысячи гривен мы выходим в кэш разделить на 27 и 7 условно до курс 36 долларов мы можем купить 36 долларов на тысячу гривну на данный момент нет этого мало этого мало но а если же допустим тысячи гривен и доллар у нас рухнет до 25 то мы уже сможем купить 40 долларов все равно мало правильно тогда в общем я думаю стоит ждать и стоит ждать до тех пор пока мы не увидим вилку значит вот к чему я клоню то есть когда мы выходим в кэш в гривну допустим да то нужно выйти в кэш таким образом чтобы спрогнозировать падение доллара на покупку его с гривны на хороший уровень то есть условно если мы продадим архистратига условно там за тысячу гривен да то держать гривну надо с учетом таким что курс доллара упадет допустим до 23 мало да значит нам надо продать за полторы тысячи гривен архистратига чтобы курс упал до 23 и мы тогда смогли бы купить вот столько долларов на гривну то есть ждем и прогнозируем будет ли такой маневр или нет то есть короче я условно эти цифры привел но смысл такой что в кэш надо выйти так чтобы максимальное количество купить долларов то есть не просто бездумно выйти там в гривну до условно или в рубль там российский а вы должны купив на свою валюту доллары такое количество чтобы перебила по возможности серебро то есть нужно ждать хорошего курса именно для продажи на данный момент я не вижу смысла еще продавать я думаю что учитывая что сейчас происходит я думаю даже можно еще докупить 27 56 ой 27 56 сколько там это до 27 63 сейчас стоит серебро то есть в долларах это мало это реально еще мало мы ждем ну полтинник хотя бы 45 долларов вот наверное на этих пределах уже можно начинать продавать но при этом нельзя забывать что если вдруг курс национальной валюты будет неудачный то не стоит сразу бежать и покупать доллары нужно подождать с моментом то есть если сейчас вот вы видите да вот пик смотрите рост на вот я сейчас попробую вам объяснить так давай фокусируйся о пониже надо поставить значит смотрите когда что-то очень сильно растет рано или поздно она начнет падать но этот рост еще недостаточно мы еще ждем теперь мы посмотрим с валютами к доллару и гривне и к рублю дам вот доллар гривна смотрите вот здесь рост произошел теперь разворот видите пошло падение то есть началось теоретически падение доллара к гривне посмотрим что с рублем вот с рублем примерно такая же картина то есть в принципе еще надо ждать если серебро перевалит за то есть в национальной валюте это будет очень крутой кэш то есть грубо говоря продав монету за тысячу гривен там или за полторы тысячи гривен и вы сможете спрогнозировав примерное падение курса доллара купить на ней снизу вот здесь внизу доллар то есть в россии насколько я знаю в августе там все аналитики прогнозировали падение рост падение рубля или рост доллара вот но судя по графику не похоже что прям какой-то рост рисуется не знаю я там не особо ховец в этих там чертежах но суть в том что вроде бы начинается падение в суде по этой картине не знаю гривне такая же примерная история то есть тут рисуются падения то есть мы уже пики какие там прошли и сейчас идет падение плюс конец недели надо смотреть как закончится неделя если неделя закончится ниже чем вот две недели вот эти две недели даже три по моему недели до здесь если мы заканчиваем ниже то скорее всего рисуется картина нападения, ну я так вижу это дело, то есть понятно я не супер там профессиональный аналитик всей этой ситуации, но визуально похоже на падение август месяц всегда у нас в принципе гривна дорожала к доллару потому что приезжали туристы и так далее вспоминаем прошлый год, прошлый год это был очень нестандартный год там в начале августа рост курса начался неимоверными темпами и это всех конечно очень сильно удивило, а потом он в сентябре, не в сентябре, в октябре свалился там до 23 гривен за доллар если помните ну сейчас вот надо смотреть и ловить эти пики, то есть либо в августе он теперь будет стандартно вести как на протяжении многих лет он в августе всегда падал, то есть доллар всегда дешевел в августе а сентябрь-октябрь активно дорожал, вот если сейчас будет ситуация вернется к тому что было то в августе по идее мы увидим хорошее падение доллара и выйдя в кэш серебром можно в принципе там к концу августа где-то прикупить по очень хорошему курсу доллары потом опять же ждать когда упадет серебро упадет серебро эти доллары меняете по самому высокому курсу на гривну и на эту гривну или рубль там какая валюта у вас не важно покупаете заново монетки то есть вот такие волны надо ловить ну сейчас я понимаю что еще стоит ждать вот напишите ваше мнение но я думаю что еще стоит подождать потому что 20 сколько там 26 там 27 долларов это еще не то что мы ждем а 27 65 ну все равно 35 надо вот 35 сделаем там уже можно начинать задумываться что делать но опять же а если мы сделаем 35 а курс гривны к доллару так упадет что это будут те же 1100 гривен вот как угадать да вот такая ситуация такая странная но как-то я знаю вот много уже там сижу смотрю слушаю разных блогеров которые занимаются аналитикой фондового рынка и там они советуют вот такую штуку то есть ну по правилам вот допустим мы поднялись вверх да поднялись еще вверх поднялись еще вверх и вот чувствуешь уже ну вот смотрите целый месяц мы растем в принципе теоретически здесь уже что-то надо скинуть то есть хотя бы чуть-чуть можно скинуть с другой стороны зная цену что это в долларах мало стоит ждать ну опять же а сколько ждать золото уже перевалило за 2000 то есть золото уже как бы на максимумах две там ну золото на исторических максимумах сколько ждать по золоту я не знаю ну прогнозы 2500-3000 опять же должна быть коррекция но ну когда идет такой большой рост то всегда происходит коррекция то есть возможно здесь где-то уже начнется какой-то обвал потом опять скачок ну вот тут как бы на этом моменте сложно сделать эту перекидку да почему потому что очень много монет есть которые ну менее востребованы и грубо говоря ты скинешь хорошую монету ну или архистратига этого же вот теоретически можно продать по тысяче теоретически потому что в интернете сейчас дешевле тысячи их ну я не знаю может пару штук там в предложении то есть все уже перевалили за тысячу там 950 гривен по-моему один самый дешевый был архистратив ну вот грубо говоря там по 950 960 по тысяче даже продать их немножко да и подождать а что купить вот смотрите сейчас что происходит например вот вот это вот эта монета пришла из Европы да она куплена была совершенно недавно она была куплена по вот этим высоким курсовым показателям то есть примерно за 40 долларов она была там куплена при том что даже оптом потому что вырос курс серебра и теперь смотрите допустим я тут продаю у меня падает серебро а эту монету дешевле продавать никто не будет пока ты заново не купишь на заводе и не факт что она уже будет тираж маленький распродается быстро соответственно куда переложиться даже не представляю в принципе в новые монеты подождать то есть ладно избавиться от дорогих выйти в кэш и подождать новых монет ну может быть такой вариант и просто на эти уже не обращать внимания а зайти в новые которые придут по более низкому курсу ну наверное так напишите свое мнение в комментариях когда продавать когда покупать что вы скажете на этот счет мне почему-то кажется что уже частично можно как говорится зафиксировать прибыль если это удастся сделать то есть допустим избавившись от каких-то монет которые не очень интересны а инвесторы которые еще не успели запрыгнуть в этот поезд учитывая вот эту цену я думаю что стоит еще докупиться то есть допустим мне можно зафиксировать прибыль потому что у меня есть металл а тот у кого нету монет я рекомендую еще покупать но тоже без фанатизма не так что на всю котлету я на все бабки сейчас куплю серебра не 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 боже упаси 10 процентов вот у вас есть куча бабок вот взяли 10 процентов и купили каких-то монет плюс подумайте каких купить монет то есть орхистротик в нем чем плюс если вдруг что можно побежать в банк я вот недавно видео это показал и сдать можно в ломбард сдать вот эти монеты максимум в ломбард но в ломбард там я тоже видео снимал там отстойный курс вообще бессмысленный то есть вы в ломбарде ну только проиграете поэтому в принципе орхистротик так как уже показал за тысячу я думаю что можно его еще прикупить во первых банк продает по 1080 а если вы купите по тысяче или до тысячи то вы все равно уже купили дешевле банка и не будет такого резкого разворота в цене однозначно банк не даст резко развернуться подписывайтесь на канал мне уже звонят пишите в комментарии всем удачи пока удачи